Жители улицы Чугунова с ностальгией вспоминают то время, когда на пустыре находился хаотичный гаражный массив. Для этого микрорайона это не редкость. 38 металлических конструкций и сараев снесли по их просьбе. Собственники построек получили предписание и добровольно освободили территорию. Забыли только убрать за собой, оставив на память железные балки, стекло и другой мусор. К сожалению, судьба земельного участка, которым они безвозмездно пользовались, их не очень заботит. Поэтому они просто убрали свои гаражи, а весь мусор, который лежал в этих гаражах, остался там на этой муниципальной земле. Но до данный момент весь мусор убран, а погреба, которые остались от гаражей, мы будем засыпать. Нерадивые собственники построек поступили в своем репертуаре. До этого они не удосужились согласовать постройки и платить за землю. А в конце всю работу по уборке переложили на местную администрацию. Все усугубляется тем, что рядом находятся два детских сада. Дети запросто могут получить травмы. Пришлось срочно проводить временное благоустройство, которое усложняется глубокими рвами от погребов, которые напоминают ловушки. В советские годы здесь была спортивная и детская площадки. Сцена для выступлений и летний кинотеатр под открытым небом, вспоминают местные жители. Они надеются на скорейшее благоустройство их дворовой территории. Я только за. Конечно, лучше, чем кто-то тут что-то пользуется, там этими горожанами, там что-то. Здесь все-таки для общего как-то это, для отдыха, там для чего-то. В зависимости только какой это скверик будет, что там можно посидеть, там что-то там, скамейки, там что-то. Горажи. Все было неухожено. Надеемся, сейчас будет все красиво. Ну, может быть, чего бы хотели, чтобы здесь было? Ну, цветочки, деревья, лавочки, чтобы можно было гулять здесь и отдыхать. Администрация намерена внести изменения в профильную программу и сформировать здесь комфортную городскую среду уже в этом году. К работам приступят уже в начале лета. Один из вариантов строительства сквера. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова